Привет! С вами Виконста. Сегодня мы находимся в одном из автосалонов города Донецк. И хочу показать вам цены на автомобили. Поэтому пройдемте в автосалон, немножко посмотрим комплектации, машины, а также цены. Также не забывайте в конце этого видео писать свою оценку, так как чем больше ваша активность, тем быстрее выпускаю видеоролик я. Меньше слов, больше дела. Погнали смотреть на машины. Кому интересно, этот автосалон находится в районе мотеля и в наличии вот такие здесь машины. Немножко мы пробегимся по ним. Посмотрим, что же нам предлагают купить. Kia Sorento, 2014 год, объем 2,4, пробег 51 тысяча. Автомат шестиступенчатый, полный привод. Цена 14300. Sorento в черном цвете. В принципе, черный цвет всегда солидно выглядит по комплектации. Сейчас присядем в автосалон, посмотрим. По дискам. 17 диски. 235 на 65 R17. Резина еще летняя. Сезона на 2-3 должно хватить, как минимум. Вообще, это всесезонка. Кроссовер по дорожному просвету явно вы будете выигрывать, если сравнивать с легковыми автомобилями. AVD. Сейчас мы заднюю часть покажем. GDI. Моторы GDI на корейце ставятся. В принципе, популярные двигатели. Тут вставки такие декоративные. Так, машина полноприводная. Блокировка дифференциала есть. Управление подсветкой. Ну и сам салон. Автомат. Кнопочка. Эконом режима. И здесь вот блок управления мультимедией. Вот такой салон. В принципе, салон сверху светлый. Ну, для такого пробега, я думаю, еще нормальное состояние. Никаких потертостей я особо не вижу. Хотя вот здесь, видите, где включается, выключается свет. Ну и пробег, соответственно. Место здесь. Для невысоких людей, в принципе, нормально. Я не сильно высокий, поэтому как-то так. Ну, что вам тут еще рассказывать. Гидротрансформатор стандартный, обычный. Ничего выдумывать не стоит. Хотя сейчас все корейцы используют гидротрансформатор. Да, немножко понадежнее, чем вариатор. Но вариатор выигрывает свою сторону в плане экономичности. Ну, а гидротрансформатор, конечно, по долговечности. И вариатор, конечно, боится перегревов. Ну, задний ряд сидений. Ну, и багажник. Багажник такой. Большой, я бы сказал. Давайте откроем теперь багажное отделение. Багажник здесь большой, я бы сказал. Домкрат. Сзади многорычажка у нас. Балки не делают. Ну, многорычажка, конечно, получше себя ведет на неровностях. Ну, и в обслуживании она немножко дороже. Вот такой у нас Sorento. Еще вид с этой стороны. Давайте идем дальше. Что это у нас? Nissan. Примера. 2004 год. 1,8. Пробег 170 тысяч. 5200. Ну, вот у многих задаются вопросы по поводу, что купить. Ланос или иномарку, допустим. Если цена приблизительно одинакова, ну, я бы предпочел, конечно, иномарку. Так как иномарка есть иномарка. Внутри спидометр по центру. Такое вот состояние у Nissan. Ну, в принципе, вообще еще хорошее. Не знаю, перетягивали здесь сиденье или нет, но выглядит достойно. Так, дальше. Mazda 5. Пробег 103 тысячи. Цена 6200. Коробка автомат. Ну, мы некоторые машины будем открывать, а некоторые просто будем узнавать цену. Ну, кстати, заднее колесо пробито. Надо подкачать. Либо спустило. Renault Duster. Давненько я не видел Duster в продаже. Дизельный двигатель. 4WD. Ну, машина, я скажу так, предназначена для рыбалок, для охоты, для такой активной езды по бездорожью. Так как она приспособлена для всяких таких ухабал. Дорожный просвет позволяет. Ну, и плюс, сама геометрическая проходимость здесь одна из лучших, если брать кроссоверов. И вот вид спереди. Renault Duster. 2011 год. Полтора литровый дизель. Пробег 129 тысяч километров. Механика. Полный привод. Цена 9200. Вот такой вот у нас Duster. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, Renault славится своей простотой, надежностью. Ну, и плюс, подходит как раз для наших дорог. Здесь механика шестиступенчатая. Здесь переключение 2WD, авто и полный привод с блокировкой. Поднятие стеклоподъемников. Магнитола. Вот такой, в принципе, вид. По высоте тоже подходит. Ну, для высоких людей, конечно, вы будете упираться. Сзади места. Ну, для рыболовного снаряжения вполне хватит. Задние сидушки откинули. Уложили чехлы, если кто возит большие удочки. Пожалуйста, для двоих. Это, блин, вообще идеальный вариант. Бардачок. Глубокий, кстати. Смотрите, рука достает. Ну, и механика. Плюс механики в том, что вы ее можете чуть-чуть побольше понасиловать. Так как механика понадежнее автоматовой. Плюс экономичнее будет. Ну, в плане комфорта, конечно, автомат выигрывает. По подвеске скажу так, что подвеска здесь хорошая. По отзывам водителей. Ну, такой Renault Duster. И вот вид сзади. Ну, и по просвету, конечно, смотрите. Обычная легковушка и кроссовер. Дорожный просвет позволяет. Если я не ошибаюсь, то дорожный просвет до 200 миллиметров. Где-то так, если по-чистому брать, по защите. Да, угол съезда тоже неплохой, так как бампер скошенный. Дальше. Honda Stream. 2002 год. Двухлитровый мотор. 188 тысяч. Автомат 5400. Вообще ни разу не видел такую машину. Видимо, не часто продавали ее. Вот вам и японцы. Коробка автомат. Ну, что тут рассказывать, вы сами все видите прекрасно. Провода вот какие-то лежат, видимо. Акустическая система была какая-то хорошая. Машина большая. Я смотрю, третий ряд сидений. Семиместная. Машин очень много, поэтому на каждой зацикливаться сильно не будем. И вид сзади. Фаркоп. Ну, и третий ряд сидений. Подголовники потом убрать, и будет практически ровная площадка. Здесь ниша какая-то. Дальше. Opel Zafira. Пятый год. 1,8. Пробег 137. Цена 6700. Вот такой Opel. Volkswagen Golf. Двенадцатый год. Два с половиной литра. 53 тысячи. Цена 9700. Volkswagen. Газавто. Внутри салон. Немцы по-простому. Ровненько. Все аккуратно. Ну, на это и немцы делают машины. Отличается от корейца. Вот я вот сколько не смотрел всяких обзорчиков машин. Совсем по-другому подход осуществляется для автомобилей. Ну, и задний ряд сидений. Кстати, есть дефлекторы обдува. С регулируемым потоком и температурой. Ну, вот вид сзади. Так, идем дальше. Кия Форта. Тоже редкий экземпляр. Нечасто я их вижу вообще на дорогах. Не знаю, с чем это связано. Тринадцатый год. Один и восемь. Шестьдесят четыре тысячи пробег. Цена 8900. Вот тут корейцы. Все по-другому. Более такие плавные линии. Коробка автомат. Кондиционер. Маленький дисплей. Ну, уже сейчас вроде бы с этого года. Со следующего. Корейцы собираются убирать такие маленькие дисплеи. И делать более побольше. Объемные. Так как, ну, куда? 21 век на дворе. А экран как на калькуляторе. Ну, я образно говорю. Уже делали что-то. В производственных целях это не такая уже большая затрата. А для людей, опять-таки, нужно где-то искать, выбирать что-то, покупать, заказывать. Ну, сейчас популярные Алиэкспресс площадки. Ну, опять-таки, это Китай. Если бы сделали нормальный экранчик, даже в базовой версии, человек садится и хоть может прочитать какую-то информацию. Самую минимальную. А то бы попривыкали, ну, не знаю, маленькие такие дисплеи делать. Ну, это так. На будущее. Ну, и задний ряд сидений. Видите? Тут такое окошко. Я не знаю, для чего оно предназначено. Непривычно как-то вот так смотреть туда. Ну, видимо, полезное пространство. Обзор чуть-чуть получше. Хотя арки здесь передние не сильно большие. Обзор более-менее нормальный. Идёмте дальше. Вольксваген. Туаран. 2006 год. 1,9. 161 тысяча пробег. Цена 6,750. Вместительная машина. И вот салон. Механическая коробка передач. Ну, такая. Машина для перевозки грузов небольших. Ну, так для работы. БМВ. Это у нас задний привод. 316i. 2002 год. 1,8. Пробег 256. Цена 6 тысяч. Сразу чувствуется другой автомобиль. Так как привычно ручка прямо тянется. А это под углом вверх. У новых моделей немножко по-другому. Но принцип остался тот же. Но чувствуется какой-то спорт. Я не знаю, чем они так привлекают всех автомобилистов BMW. Ну, садишься и чувствуешь, что надо на ней наваливать. Тем более механика. Тяговитая коробка. Пятиступенчатая. Ну, и здесь мультимедиа. Управление кондиционером. Подлокотник. Ручник. Видно, что увлекались ручничком. Затяганный. Ну, и вот сам автомобиль. В таком он состоянии. Ну. Видно, его эксплуатировали нормально, я скажу. Дальше. Форт Мандео. Цена 9700. Механика 98 тысяч. Объем 1.6. Если кому интересно более детально посмотреть автомобиль, вообще можно приехать. Вы сами оцените, в каком он состоянии. Проверите его, если кому это нужно. А кто просто смотрит, то наслаждайтесь просмотром. Внутри что это? Торпеда какая-то интересная. Ну, твердая все. Мягких деталей вообще нет. Ну, тут обивка тканевая. Не все. Механика. Ну, и форт. В принципе, тоже. Тут особо вам показывать нечего. Ноушност никаких не было. И вот сзади. Как машина выглядит. Шевролет Эпика. Пробег 212. Цена 6 тысяч долларов. Двухлитровый дизель. 2008 год. Мазда 6. 2,5 литра. Бензиновый. Пробег 160 тысяч. Цена 7700. Диски здесь, конечно, прикольные. Резина стоит зимняя. Видите обозначение? М плюс С. Гудрич. Ну, низкопрофильная. 235-40. ЗТР-18. Хромированные накладки. На ручках. На ободках. Окон. И вид сзади. Спойлер. Я не знаю. Наверное, приклеил ли. И внутри. Внутри вот такое состояние у машины. Ну что, прикольно. Я в Мазде такой еще ни разу не сидел. У старого образца. У новой был. А у этой нет. Все равно, мне кажется, раньше более качественные материалы сделали. Для автомобиля. А сейчас. Напичкали электроникой. А за обилку, за качество они сильно думают. Раньше машины по 20-30 лет могли выхаживать. Сейчас уже 5 лет. Гарантия слетела. И начинается. То там, то там что-то поломалось. Гольф. Третий год. 1.6. Пробег 158 тысяч. Цена 5 тысяч долларов. Вот такой Volkswagen. То есть разные автомобили продаются. По ценовой категории отвечаются. Ford Fiesta. 2018. Объем 1.6. Пробег 15 тысяч. Цена 9.200. Тоже, видите, такое окошко. Как у Kia. Ну и внутри. Ford. Спорт режим даже на коробке есть. Ну и вид сзади. Volkswagen Juke. New Beetle. 2002 год. Двухлитровый двигатель. Пробег 104 тысяч. Цена 5 900. Заряженный нормально. Диски такие крутые стоят. 18-е. 215 на 40. R18. Низкопрофильные. Вот только по нашим дорогам. И шишки, ямы ловить. Ну так резина, конечно, нормальная. Вот тут по спортивному. На D включил. На газ нажал. И уехал. Интересная машина. Сидушки, я не знаю, родные или нет. Ну, выделяются под спорт режим. Bora 1.6. 2002 год. 58 тысяч пробег. Цена 5 500. Такой Volkswagen. Еще один Volkswagen. Так что остался у нас этот ряд. Следующий. Это Hyundai Tucson. В таком белом цвете. Это новый модельный ряд. колеса. Колеса здесь большие. 19-е, наверное. Да. 19-е. 245-45ZR19. Это фирменные новые диски от Hyundai. Ну, смотрятся они достойно. Скорее всего, это версия полноприводная. Так как 19-е диски ставятся только на полную комплектацию. Ближний свет в линзе. Дальний галоген. Ходовые огни. Ну, и противотуманка. Ну, прикольная. Мне нравится лично. Такая решетка выделяется. Ну, кстати, эта решетка со временем вот тут будет где-то облазить. Так как реагенты попадают, соль попадает и начинает все облазить. Обшито пластиком. Чтобы не повреждали. Так. 2017 год. 1.6 Turbo. Пробег 57 тысяч. Автомат 7-ступенчатый. Цена 17500. Полный привод. А-то я видел. Для просидения тут. Так, внутри. Электропакет для сидений. Коробка 7-ступенчатая. Это уже новая. Давайте вовнутрь залезем. Потому что машины ездят. Все вам гудит, шумит. Конечно, такой прикольный салон. Кремовый. Интересный. Здесь сзади. Дефлекторы. Мультируль. Управление магнитолой. Круиз-контроль. Блютуз. Здесь в милях. Видите, дисплей уже чуть побольше ставит. Не знаю, как в минимальных комплектациях. Но дисплей немножко поприятнее, чем мы сидели в том автомобиле. Что вам тут еще сказать? Автомат. Автомат новый. Семиступенчатый. По идее, должен быть экономичней. По трассе. 2 12-ти вольтовые розетки. Также панорама. То есть, ну, ключа у нас нет. Я бы вам показал, бы открыл. Ну, снаружи, кто обратил внимание, увидел. Ну, и тут зеркальце. Можно вот так его вбок выдвигать, чтобы не светило. Мне вот цвет салона нравится. Я не знаю, как он будет в использовании. Но прикольный. Датчик слепых зон. Отключение ESP. Багажник. Ну, багажники у всех похожие. Там, в принципе, плюс-минус 10-20 литров вы особо не заметите. От предыдущих версий. Либо модификации моделей. Ну, такой вот Hyundai Tucson. Интересная машинка. Мне она симпатичная. Но, опять-таки, если покупать, то надо проверять, что с ней было, где она была, в каком состоянии. Ну, это все можно проверить по ВИН-коду. Ну, и вот панорамная крыша сверху. Так, дальше. Honda Accord. Полтора-литровый турбированный двигатель. Пробег 36 тысяч. Цена 17400. Диски 17-й. 225 на 50 R17. Низкая, но аэродинамика хорошая. Они, в принципе, недавно начали обновлять серию автомобилей Honda. И немножко дизайн начали изменять. В принципе, в основном рассчитано на молодежную аудиторию. Ну, а также для ценителей хороших машин. Дальше. Honda. CR-V. 16-й год. 2.4. Двигатель. Пробег 33 тысячи. Автомат. 2300. Полный привод. Это кроссовер. Диски 18-й. 225 на 60 R18. Ну, и повыше, конечно. Тонировка здесь интересная. Цвет. Так, это Honda. О, это кроссовер. Вот что значит вместительность и высота. Чувствуешь себя, как будто сидишь в кресле каком-то хорошем. Обрамление на бивке дверей. Ну, что вам тут показывать? Дисплей большой. Ключей нет, поэтому музыку мы не послушаем. Авторское право нам не даст. Ну, в таком всё состоянии. Это Honda для держателя для телефона. Ну, что, прикольная вещь. Опять-таки, наверное, на двухстороннем скотче здесь телефон прикрепили. И он у вас тут под глазами. Сразу посмотрели. Ну, вообще, держатель для телефона это удобная вещь. Если куда-то едете, либо путешествуете, ввели в навигаторе что-то и не отвлекаясь там, рукой не берёте, вниз там не смотрите, а посмотрели, чтобы на уровне глаз чуть ниже опустили. И смотрите. То есть, видно вам и дорогу, видно вам и куда ехать. То есть, это такая вещь необходимая. Салон здесь кожаный. Ну, классный. Классный. Состояние хорошее. Потолок. Люк. Видите, чем отличаются люки, панорамная крыша, так... Возможностью полностью открытий, любоваться закатами, рассветами, звёздами, я не знаю, что там можно ещё увидеть. Ну, закаты и рассветы вряд ли, но... И опять-таки, по нашим дорогам, где много камней, мусора, грязи, будет это всё на крышу лететь и, быть может, пробиться, либо скол сделаться на крыше. Поэтому будьте внимательны. И знайте, что лучше как-то её будет защитить, может, плёнку какую-то наклеить. Рено. 2005 год. Гольф. 12500, 1.8 турбо. Опель 2008 год, 1.6 бензин, пробег 112 тысяч. КПП, механика, цена 6200. Такой Опель. В принципе, похоже. Зафира. Они все какие-то между собой схожие. И один и тот же класс. Кстати, приборка похожа как Опель Астры. Такое всё ровное. Ну, немцы. Выпуклого ничего нет. Все скошенные детали под 90 градусов. Ну, вот и отличаются немцы. И также вот доводчики. Машине сколько лет? Сколько там пробег? 112 тысяч. Вы, к примеру, подойдите в машины, хотя бы если пробег будет, 130-140 тысяч. У корейцев. Ограничители так двери не будут работать. То есть, чётко держатся. Я не знаю, менялись они или нет, но факт. Я вот сколько корейских машин открывал, то болячка у них. То есть, не держатся двери. То есть, открываете, она вот так у вас болтается. А тут всё чётко сделано. А ещё у нас Sonata останется на закуску. И вот Lexus. Lexus NX200T. 2016 год. Двухлитровый мотор. Турбированный. 47 тысяч. Автомат 24 600. Вот такой Lexus. Агрессивный, прикольный, солидный, стильный, молодёжный. Недавно начали все автопроизводители делать, как на корейцах, так и на немцах, вот эти дефлекторы, которые помогают немного остужать передние тормозные диски. По идее, тут должна быть вентиляция. Да, вот охлаждение. То есть, когда машина идёт, поток воздуха всасывается и немного охлаждает тормозную систему. Диски, тёмно-серые, 18-й, 235-й, 55-й, R18. Маде-ин-япан. Кстати, смотрите по производителю. Если зарубежные, то, конечно, эти колёса с шиной будут у вас поболее ходить, чем наши местные. Ну и, соответственно, цена. Вот вид у Lexus. Кстати, вроде бы эта решётка подходит на Toyota Camry в новом кузове. Передняя оптика вся новенькая. Давайте посмотрим, что у нас внутри. О, вот эта вещь. Ну и цена, соответственно. Вот эти вот алюминиевые вставки. Цвет я не знаю. Может, напишет туда в комментариях, какой вам цвет кажется. Конечно, камера не передаёт все цвета. Но цвет похож на слоновую кость, только с примесью металлика. Интересно. Лепестки, переключение. Тут ходовые огни. Пидометр в милях, километрах. Конечно, интересно здесь сидеть. Чувствуется спорт. Назря вот на руле есть надпись F-SPORT. Мультируль. Всё по-современному, всё по-новому. Ну, что вам тут рассказать. Кстати, присутствуют CD-диски. В новых автомобилях уже потихонечку начинают отказываться от CD-ROM-ов. Читаемых устройств приходят все на флэш-носитель и флэш-накопители. Подлокотник. Ну вот, розетка у нас. И также можно подзаряжать телефон и кабель AUX. Это ещё какая-то ниша с зеркальцем. Видите себя? И меня тоже. Да, такое я впервые вижу в автомобиле. Полезная штука на Лексусе. Рычаг коробки переключения передач. Электронный ручник. Ну и тут, скорее всего, что управление мультимедией. То есть, крутите джойстики, оно вам там что-то показывает. Ну, были бы ключи. Это вы всё увидели. Но, опять-таки, посмотреть это одно, на экране это другое. А третье, когда вы сидите в автомобиле и это всё дело щупаете. Ну, совсем по-другому ощущается. Зеркало с автозатемнением. Ещё какие-то настройки. Включение, выключение. Ну и сам салон. Салон, конечно, прикольный. Люк. И тёмно-серый салон. Я не знаю, конечно, что с этим автомобилем было. Но так, конечно, очень интересный экземпляр. Этот автомобиль будет самый крутой на этой автоплощадке. Во-первых, по цене, ну и по качеству. Да, будут там другие автомобили с ударами. Ну, к примеру, если там ударена она взад, либо вперёд, это там полбеды. Главное, чтобы она не была утопленником. Так как вся проводка, вся электрика, всё начнёт внутри гнить. Никто это не просушивает, не отслеживает. А так, если введёте ВИН-код по Carfax, либо по каким-то ещё другим признакам, вы сможете определить, что с этой машиной было не так. И тогда уже можно смотреть. Если там был передний удар, подушки поменены, блоки, датчики, СРС поменены, всё, то есть перепрошито, то ничего вам переживать не стоит. Конечно, если там машина была в капиталке, то есть там либо морды, либо жопы не было, тогда уже смотрите сами. Навесные детали – это ерунда. Но опять-таки, за такую цену 24600, вы даже Lexus какой-то там супер минимальной комплектации даже треть машины не купить. Там цена до 50, до 40 тысяч достигает нового автомобиля. Вот такой Lexus. Так, ну что, сиди-не-сиди, надо идти дальше, показывать вам Sonata. И вид сзади. Сзади ещё прикольнее. Фонари здесь тонированные. Чёрный пластик. Классно смотрится. Красивая машинка, цвет подходит ей. Дальше. Сангьон Каранда. 2002 год, 2,3 дизель, 163 тысячи. Цена 6500. Ну, это один из вариантов, когда можно на нём спокойно заехать, куда вы захотите, на рыбалку, на охоту, в горы, в лес, но опять-таки с умом. По идее, тут была лебёдка, либо её не было, ну, сняли, либо, не знаю, ну, бампер такой усиленный. И вот вид снизу. Вроде бы так высокая, а под днищу, ну, на вытянутую руку можно достать. Если будете ехать где-то, зацепитесь этими рычагами, но рама усиленная, передняя. Запаска. Внедорожник. А он закрытый с этой стороны. Но можно будет посмотреть. Да, здесь открыто. Высокий. Чувствуется запах краски, что ли. Не знаю я. Такая мультимедиа. Видимо, сами устанавливали. И коробка. Пробег 163-445. Спедометр, наверное, тоже менялся. Так, ну, в принципе, все автомобили мы уже посмотрели. Остался у нас этот автомобиль. Hyundai Sonata. 2017 год. Объем 2,4. Пробег 52 тысячи. Автомат шестиступенчатый. Цена 11400. Черный цвет солидный. Выделяют машины из всех. Но за ним нужен определенный уход. По колесам. 16-й, 205-65, R16. Брызговиков нет. И, видимо, машина не для рынка нашего предназначена была. Ну, и вот, вид сбоку. Давайте посмотрим, что здесь. Опа! Приятный салон. Цвет слоновая кость. О, плюс-минус там оттенки, может, какие-то есть. О, за что я говорил. Вроде бы машина 2017 года. А вот такие вот дисплеи. Ну, вроде бы, собираются отказываться. Только с какого года это все настанет. В принципе, такой класс машины. Ну, блин, тяжело вам вот такой дисплей сделать. Но на все. Тут же изначально предназначено. Есть в интернете. Есть куча автомагазинов. Где люди заказывают. То есть, выкидывают вот эту центральную часть. Все. И вставляют здесь полноразменный дисплей. То есть, меняется вот эта вся часть. Дисковод. Ну, пока так. Пока так. Переключение драйв-мод. Пробег 52 тысячи. Ну, видимо, в использовании салон был очень хорошо. Так как... Либо, может, неаккуратно кто-то ездил. Потому что, потертости есть. Руль в хорошем состоянии. Тут вставочки. Я не знаю, были они или нет. Ну, тоже прикольно. Под алюминий сделано. Металл какой-то. Стеклоподъемники. Также есть он в углу. Слева зеркальца. Для лучшего обзора. Ну, и мультимедиа. Мультируль. Управление. Магнитолой. Круиз-контролем. И задний ряд сидений. Светлый салон всегда вымазывается. Поболее, чем обычный серый и темный. Поэтому за ним нужно поболее ухаживать. Так, давайте посмотрим багажник, что ли. Где он тут открывается. Потому что багажники мы сегодня практически ни у кого не смотрели. А у Санаты посмотрим. Вот, за что я вам говорил. Пробег 50. Сколько там? 50 с чем-то тысяч. А доводчики уже, ну, не так работают. Если взять там Opel, Volkswagen, совсем все по-другому. Поэтому вот. Это вам наглядный пример, видите? То есть не останавливается. И вот багажник. Ну, багажники здесь большие. Докатка. Коврика нет. И подсветка. Уже подсветку диодную ставили. Так, ну что. Nissan Premiere. Primera. 2006 год. 1.8. Пробег 144 тысячи. Цена 5500. Шины новые стоят. Зимние. 2016 год. Ну и сам автомобиль. Непривычно, что спидометр по центру торпеды. То голова все время здесь смотрит. А это надо будет вправо немного смотреть. Ну и вот ряд сидений. И тут заглушка, которая закрывает. Так, ну что. В принципе, сегодня мы посмотрели на один из автосалонов города Донецка. В наличии вот такие машины. Показал цены, комплектации. Если вам нравятся такие выпуски, обязательно пишите. Пишите. Чем больше ваша активность, тем быстрее выпускаю видеоролики я. Ну а с вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.